Доктор 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 Это знаменитая актриса, которую наше поколение очень любило И всегда, и любит, по-моему, молодое сейчас любит Честно говоря, старое кино не смотрю Я просто знаю, что такое «Евесть» Насколько знаем, по-моему, писательницы То, что актриса, то, что снималась в кино, а вот вспомнить так, в каких фильмах, вот это вот сложно Муля, не нервируй меня Не помню, как называется фильм Многие фильмы, просто забыла название Мне очень нравилась эта актриса Действительно талант После этих слов трудно поверить, но Фаина Георгиевна кино не любила Вы знаете, что такое сниматься в кино, говорила она Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию Тем не менее, зрители знали и любили Раневскую в основном по кинофильмам Еще бы! Все ее роли были необыкновенно яркими Взять хотя бы бабу Лену из комедии «Осторожно, бабушка» «Осторожно, бабушка» «Ну вот, то нажимай, то бабушка» «Трусиха ты» «Ну, пожалуйста, пожалуйста, хоть воздух поднимись» «А я и поднимусь» Раневская так естественно сыграла любящую бабушку в фильме Что все зрители были абсолютно убеждены, фаина Георгиевна – счастливый человек Имеющая кучу детей и внуков В лесу стояла елочка Та-та-та-та-та А я тебе сейчас что-то вкусное принесу Но, к сожалению, в реальной жизни все было прямо противоположно Раневская родилась в самом конце 19 века. И когда в 80-х годах века 20-го зрители бесхитростно спрашивали у нее, сколько ей лет, она, не моргнув глазом, говорила мне – 115. Ну надо же, в такие годы и так играть, восхищенно слышалось в ответ. Она действительно потрясающе играла всю жизнь, постоянно, каждую минуту. Она играла и на сцене, и в жизни. И каждый раз смотрела на себя со стороны, и каждый раз проживала этот момент так, как будто это было в реальности. Раневская оставалась великой актрисой даже на больничной койке. Приборы стояли, она была подключена к каким-то сердечным аппаратам. И она сказала таким странным голосом, на этот раз неглухим – дай мне ручку. Впервые обратившись ко мне на «ты». Я потянулся к ней, взял ее за руку. Она этого не обратила внимания и сказала – «Каждый пальчик. Я их все перецелую. Обниму тебя еще раз и уйду». И уже спела просто. И за тоскую. А почувствовал – пот течет. И я увидел, или мне показалось, что эта синусоида зеленая выровнялась. Перехватила дыхание. Вот эта секунда ужаса, который меня охватила, прервалась тем, что опять эти глаза, которые видны на расстоянии 500 метров, как они открываются и закрываются. Они открылись. И она говорит – хорошо я спела. Она срежиссировала спектакль собственного ухода и блестяще сыграла его, как актриса. Впрочем, как и все прочие свои жизненные спектакли. А играть я вообще не умею. Я не понимаю, что такое играть. Я не знаю, даже это слово, по-моему, не подходит к нашему делу. Жить в образе человека, создавать его. А никак не играть. Играть дети, в карты можно играть, набегать. Сегодня девятый день, как Фаина Раневская находилась в больнице. Последний день в ее жизни. Длинные унылые коридоры, пациенты в халатах. Ее последний день оказался днем воспоминаниям, путешествием во времени. Чаще всего Фаина Георгиевна вспоминала одну и ту же картину из детства. Раннее утро, в детскую комнату, входит на крахмаленное горничное и объявляет «Барышня, чай подан». Фаина Фельдман родилась 27 августа 1896 года в Таганроге, в благополучной и уважаемой семье. Ее отец сделал состояние на операциях с недвижимостью, ювелирных изделиях, а кроме того, имел какое-то отношение к нефти. «Мой отец был небогатый нефтепромышленник». Вот так рассказывала она о своих корнях. Фаина росла счастливо. Актриса себя почувствовала с пяти лет. И это было ее мучение. Она хотела, то есть в ней сидела, то есть в лицедействе в ней сидела. Когда умер ее младший братик, маленькая Фаня жалела его и горько плакала. И все-таки отодвинула занавеску на зеркале, посмотреть, какая она в слезах. К 15 годам стремление играть на сцене переросло в настоящую страсть. Она выступала в школьных спектаклях, заучивала наизусть пьесы Чехова и пугала случайных прохожих в парке громкой декламацией стихотворений. И чем дальше, тем яснее сознавала она, что единственное ее призвание – это театр. Долгое время родители Фаины довольно снисходительно относились к ее увлечению лицедейством. Они были уверены, что с годами это пройдет, и дочь выберет себе достойную их кругопрофессию, серьезную и настоящую. Но когда семья поняла, что решение Фаины – стать актрисой бесповоротно, разразился дикий скандал. Посмотри на себя в зеркало, и ты увидишь, что ты за актриса в ярости прокричал ей отец. Да, красота – это страшная сила. Она относилась к своей внешности с огромной долей иронии. Так уже повелось детство, что в семье уже была одна красавица, старшая сестра – Изабелла. А Фаина была любима, но даже хорошенькой ее никто не называл. Рослая, нескладная, с крупными чертами лица, но... Она была необыкновенно обаятельна, естественна, а главное, в ней всегда чувствовалась индивидуальность. Несчастная я. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю, как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, выпрашиваю, очаровываю. Фаина Георгиевна привыкла считать себя некрасивой, а женское самолюбие спасало совершенно потрясающее чувство юмора, которым ее наградил Бог. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила. Да. Она вела какие-то дневники, делала какие-то записочки, где всегда вспоминала о себе с легким чувством юмора. Но то, что осталось многое, она сожгла, можно перечитывать всю жизнь. Внешность испортила мне личную жизнь и карьеру. Однажды в Баку я шла вечером по парку, и за мной ввязался какой-то субъект. Он бежал за мной и говорил, мадам, мадам, пойдемте со мной, такой мужчина, такой мужчина, вы будете иметь массу удовольствия. Я слушал и слушал, а потом сказал, товарищ, вы, наверное, ошиблись. Я старая некрасивая женщина. Он забежал вперед, поглядел и сказал, ой, вы правы, очень извиняюсь, очень извиняюсь. Мерзавец. Фаина уехала из родительского дома и отправилась в Москву учиться на актрису. В Москве ее не приняли ни в одну театральную школу, ни в один театр, единодушно признавая неспособной. Она перебивалась как могла, еле-еле сводя концы с концами. Денег, присылаемых матерью в тайне от отца, едва хватало на оплату обучения в частной театральной школе. Но о возвращении домой она даже не думала. Раневская была твердо уверена, что рано или поздно выйдет на сцену, и чудо произошло. Правда, не в Москве, а в подмосковной Малаховке. Начинающей актрисе дали крошечную роль без слов, и это был первый шаг к славе. В 1918 году Раневская работала в передвижном театре в Крыму. Ее первые выступления порой заканчивались совершенно неожиданно. Вот что она сама вспоминала об этом. Играю в пьесе Сумбатова «Прелестницу», соблазняющая юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно нежным голосом. Шаги мои легче пуха. Я умею скользить, как змея. После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех. Партнер стеная угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены. Как раз в то время, когда начались ее первые выступления на провинциальной сцене, Фаина Фельдман стала Фаиной Раневской. Фамилия главной героини Любови Андреевны из пьесы Чехова «Вишневый сад» подошла к ней идеально. На юге они с каким-то актером шли по набережной. И она получила только что заработную плату. И держала в руках эти деньги. И отпустила, и они разлетелись. И он ей сказал, ну вы как хранецкая, так же относитесь к деньгам, как она, небрежно. А ты меня не обманываешь, Андрюшенька? Ну, мошенники, а что ли? Будьте покойны. Ты уж хоть поторгуйся с ним. Не хочется зря деньги тратить. Деньги, да уж. С ними у Фаины Георгиевны были совершенно особые отношения. Ты, сударь, говори, да не заговаривайся. Приданная пустяк. Кроме того, что тысячи рублей чистыми деньгами мы всю мебель даем. Мы при салону даем. В отличие от своей героини, блестяще сыгранной ею в свадьбе, обращаться с материальными ценностями она, в сущности, не умела никогда. Среди моих бумаг нет ничего, что напоминало бы денежные знаки. Долгов две с чем-то тысячи. Это в новых деньгах ужас. Одна надежда на скорую смерть. Я знаю, что она отдавала вечно какие-то деньги на какие-то благотворительные дела, и особенно связанные с животными. Она регулярно высылала деньги двум актрисам, которых она не помнит, имена которых она не помнит, но которые ей написали письмо, по поводу того, что они бедствуют и живут в Кисловодске. Но когда-то с ней вместе начинали. На себя она не тратила практически ничего. Из-за сахарного диабета Фаэна Георгиевна не могла себе позволить никаких изысков. Диета была очень жесткая. Что-то уходило медсестрам, которые приходили делать уколы, что-то на еду обожаемой собачки по кличке Мальчик, на оплату квартиры, да вот, собственно, и все. Остальное Раневская отдавала тем, кому, как она считала, деньги были нужнее, чем ей. Каждый раз меня губит моя доброта. Когда-нибудь я издохну под забором, потому что раздам все, что у меня есть. Спасибо, папа. Вся обстановка, весь уклад жизни в доме Раневской были очень скромными. Настолько, что когда Фаина Георгиевна переезжала с одной квартиры на другую, ее подруга Ирина Вульф сказала, Фаина Георгиевна, послушайте совета, переезжайте ночью. Зачем? Но если народ увидит, как вы живете, он вас не поймет. На что Раневская ответила, это не так. Меня-то он как раз и поймет. Моя нищета внушает ему доверие ко мне. Она была права. Несмотря на нехватку денег, Раневская нанимала домработниц. Сама же заниматься своим хозяйством она не умела, да и не хотела. Но ни одна из домработниц не задерживалась в доме Фаины Георгиевны и ни одна, к сожалению, не любила свою хозяйку. У нее менялись домработницы. Они по-разному готовили. И меня поражало, как иногда это было совсем невкусно. Думаю, ну надо же, ну такое чудо. И вот, в общем, не получается. Сто рублей, значит, вот она давала домработнице, чтобы та купила собачке, мальчику, мясо. И она все сто рублей, и двести тратила. Куда деньги делись? Я ездила по Москве на такси, искала мясо для мальчика, потому что нигде не было мяса. Тогда она, наверное, еще половина, конечно, вранья. Воровали не только деньги, воровали и вещи. Однажды очередная домработница унесла из квартиры Раневской ее каракулевую шубу, рассчитывая, что-то они сразу ее хватятся. Украли. Ограбили. Кража со взломом. Так бы оно и было, но пропажу заметили бдительные подруги Фаины Георгиевны. Развернулась целая детективная история с милицией, расследованием, поимкой виновницы и возвращением шубы владелицы. Сама Фаина Георгиевна относилась ко всем этим казусам с юмором. Она, конечно, переживала, когда ее обманывали, но мир вещей был для Раневской настолько неважен, что подобные истории не наносили ей серьезного удара. Раневской в жизни был один любимый персонаж. Это была украинка Лиза, пожалуй, самая колоритная из всех ее домработниц. В вопросах быта, в отличие от своей хозяйки, Лиза была, ну, как бы сказать, решительно невероятна. Фаина Георгиевна жутко любила рассказывать, как однажды, вернувшись домой, она услышала, как Лиза с характерным украинским акцентом кричала в телефонную трубку. А что такое? Это дезинфекция, с вами говорит народная артистка России Раневская. О чем дело? Меня заила клопи. А что такое? Стали известны результаты анализов, которые медсестра методично заносила в историю болезни. Обедать не хотелось. Вместо этого Фаина Георгиевна начала листать сборник стихов Ахматовой, которую вспоминала постоянно. Во время Великой Отечественной войны Раневская была эвакуирована в Ташкент. Туда приехала Анна Андреевна, которую Фаина Георгиевна просто боготворила. Они давно дружили, и Раневская часто записывала за поэтессой ее рассказы. Я вспоминаю, вспоминаю строчки Анны Ахматовой. И было сердцу, ничего не надо, когда пила я этот жгучий зной. Онегина воздушная громада, как облака, стояла надо мной. Ей было хорошо в том времени и с теми людьми. Она жалела Маяковского из-за его любви к Лиле Брик. Бедный, бедный, говорила она. Она хохотала над великим Осипом Наумовичем Абдуловым, который показывал ей своего грека из фильма «Свадьба», где они вместе снимались. Она зачитывалась Пушкиным и слушала по радио концерты Шумана. Это была ее жизнь. Раневская сама была кладезем талантов. Хорошо рисовала, играла на пианино и замечательно пела. Колоратура. И в пламени моей безумной страсти я вся сгорю, сгорю, как мотылек. До свидания. Раневская могла освоить практически любое дело, особенно если это требовалось для роли. Даже встать на коньки в преклонном возрасте, как это случилось в фильме «Девушка с гитарой». Кошечка, зачем ты здесь? Я катаюсь. Я фигуристка. Но кроме этого, в жизни Фаины Георгиевны присутствовали и невежество, и хамство, и нужда. В один прекрасный момент Раневская решила, чтобы поправить свои финансовые дела, ей необходимо получить орден Героя Труда. Гертруду, как она называла эту правительственную награду. Я помню, что при мне пришел к ней ее сосед, писатель Ардамасский, и сказал, вот вы никогда не будете иметь это звание, потому что очень якобы злой язык. Не злой, а просто она умела сказать все, что она думает всегда. Привет. Какой умный вид у этого болвана. Вот уж в чем, в чем, а в роскоши говорить то, что думает, Фаина Георгиевна себе никогда не отказывала. При этом дочь небогатого нефтепромышленника с большим сарказмом относилась к различным проявлениям счастливой жизни при советском строе. Позвонил, говорю, Фаина Георгиевна, значит, вот это Оля Анохина, значит, вы будете на что-нибудь подписываться? Ой, деточка, я не знаю, на что, я не знаю. Я говорю, Фаина Георгиевна, я говорю, вы знаете, вот, а что вы хотели бы? Она говорит, я сейчас найду. Я тут очень люблю читать, она, значит, там смотрит, говорит, курьер ЮНЕСКО. Я говорю, ну, прекрасно, можно на курьер ЮНЕСКО подписаться. Вот, я говорю, ну, а вот вы хотите там на то, на сё, значит, я говорю, а на советскую культуру? Деточка, вы её видели? Я говорю, кого? Она говорит, культуру-то советскую. В то время такая прямолинейность, мягко говоря, не приветствовалась. За многие высказывания, которыми частенько грешила Фаина Георгиевна, тогда можно было получить очень большие неприятности. Разрешите ваши права, товарищ водитель? Некогда, некогда, голубчик. В другой раз, пожалуйста, с удовольствием. А сейчас нет. Товарищ водитель. Ну, голубчик, ну вы же мне мешаете. Вы же видите, я разговариваю с человеком, мы подходим. В другой раз, другой раз. Гражданин! Однажды, в 70-х годах, она с гастройными приехала в Ленинград. Её поселили в гостинице «Европейская», в роскошном номерёк, на котором выходили на площадь искусств, где был виден русский музей. Раневская была невероятно довольна. К ней приходили ленинградские друзья, и в разговорах с ними Фаина Георгиевна, не стесняясь выражениях, обсуждала власть и чиновников. Теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. И вдруг, значит, её администратор просит переехать в другую комнату. Она отказывается. Нет, что такое, у вас Раневская дна, а всяких вам там комнат много. Пришёл директор, пустил воду в ванной, чтобы она текла, и сказал, Фаин Георгиевна, у нас этот номер единственный, оборудованный звукозаписывающим устройством. И к нам приезжает, там, не помню, патриарх или там ещё кто-то, и мы должны его вот здесь поселить. Такая установка. Она тут же переехала, и была в ужасе, что она там наговорила. Что же это такое? На совершенно живых людей наезжаете. За братья. Но всё обошлось. Надо сказать, что её любили не только народ, но и вожди. Возможно, поэтому ей многое сходило с рук. Известно, что Сталин, посмотрев фильм с её участием, сказал, вот, товарищ Жаров, хороший актёр. Понаклеит усики бакенбарды или нацепит бороду, и всё равно сразу видно, что это Жаров. А вот Раневская ничего не наклеивает, и всё равно всегда разная. Зоя Павловна? Мне не понравилось. Моя жена разбирается в искусстве. Мне не понравились декорации. Формализм. Спасибо. Слова вождя Раневская помнила всю жизнь, хотя отношение к Сталину у неё было однозначное. Она называла его «Зверюгой». А Брежнева она и вовсе отчитала. Леонид Ильич награждал актрису в Кремле орденом Ленина. И, прикрепляя его к Лацкану жакета Раневской, произнёс коронную фразу. «Моля, не нервируй меня». Она строго ответила, «Леонид Ильич, так ко мне обращаются только хулиганы и домработницы». Гентек смутился, пробормотал, «Оправдываясь, простите, но я вас очень-очень люблю». Однажды во время съёмки мне пришла в голову несчастная мысль сочинить фразу «Моля, не нервируй меня». Вы представляете себе, Анна Николаевна, вот уже два поколения ребят дразнят меня Моля. «Моля, не нервируй меня». Раневская сыграла в 20 с лишним фильмах. Главные роли были, но их, увы, единицы, в основном второстепенные или эпизодические. Скорая помощь. Помощь скорая. Белая горячка. Горячка белая. Кто больной? Я больной. Маргарит Львович. Пардон, Лев Маргаритович. Вы езжайте, но ментально. У меня ничего не сыграно фактически. Ну, как ничего. Всё осталось при мне, что я хотела бы ещё сказать. Режиссёры, как правило, предлагали играть смешных, гротескных персонажей, используя её комический дар. И только. Можно только сожалеть, то, что Фаина Георгиевна была как раз вот из этой плеяды нереализованных актёров, потому что, конечно, возможности её были просто неограничены. Да, она была великой комедийной актрисой, но она и могла сыграть сложнейшую драматическую роль. И она с блеском доказала это в фильме «Мечта» режиссёра Михаила Рома, где великолепно сыграла главную роль Розу Скороход. Вы кто такой? Вы почему позволили себе орать? Не волнуйтесь, достопочтенная пани, а то у вас сделается разрыв сердца и лопнут глаза. Вон из этой комнаты. Не пугайте меня, я не боюсь. Я плачу вам 15 злотых за комнату. И вы скорее удавитесь, чем лишитесь такого жильца. Сокровище! Загадил комнату так, что войти невозможно. По три недели не меняете белья, а сами жрёте конфеты. Кинематограф всегда присутствовал в её жизни. И по работе, и даже по месту жительства. Одно время Раневская жила в высотке на Котельнической набережной. Окна её квартиры выходили во двор на кинотеатр «Иллюзион», находящийся в этом же доме. С другой стороны дома находилась булочная. «Я живу между хлебом и зрелищем», говорила Раневская. «Я в своём кабинете летом открывала Настюшу окна и видела, как во дворе гуляла Фаина Георгиевна. Обычно она гуляла почему-то с Татьяной Ивановной Пельцер. И любимой фразой Фаины Георгиевны была следующая. Она любила облокотиться на подоконник, здоровалась и говорит, «Ну как, девочка, о чём сегодня врём? Что мы сегодня показываем?» Но кино так и осталось для неё чуждым. Она любила театр. Она жила им. Фаина Георгиевна играла в нескольких театрах, начиная от провинциальных и заканчивая столичными. Но главным театром в её жизни был театр имени Моссовета, на сцене которого Раневская сыграла свои лучшие спектакли. И несмотря на то, что миновало уже более четверти века, имя Раневской до сих пор свято для нового поколения актёров этого театра. Ходить вот по этим коридорам и выходить на ту сцену, которая ниже, да, вот этажом, и знать, чтобы они не ходили, вот на этой сцене это происходило действие. Вот там сидели в зале люди, которые рыдали, плакали, смеялись и восхищались. Это уже счастье. Она всегда с огромной нежностью вспоминала времена, когда не было у неё никакой славы, когда она играла в провинциальном театре и жутко мучилась от своего несовершенства. Вот что она сама писала об этом. Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила в чернилах. Высушив, решила украсить ею туалет, набросив лису на шею. Платье на мне было розовое, с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнёром в комедии «Глухонемой», он, увидев чёрную шею, чуть не потерял сознание. Лисица на мне непрестанно линяла. Публика веселилась. А с премьершей театра, сидевшей в ложе, бывшей моим педагогом, случилось нечто вроде истерики. И это был второй для меня повод уйти со сцены. Ну, слава богу, и в этот раз ухода со сцены не произошло. У неё никогда не было своей семьи. Родители, сестра и брат эмигрировали в 1917 году, уплыв на пароходе в Турцию. Звали и Фаину. Она осталась. Расставание было тяжёлым, но каждая из сторон приняла твёрдое решение, изменить которое было невозможно. Долгое время они вообще не виделись, очень скучали. Но первая встреча не принесла облегчения. Это было, когда камерный театр поехал в Париж, а там её сестра, Изабелла. И они встретились на Елисейских полях, и одна и другая боялись НКВД. И они шли по обе стороны Елисейских этих полей. Между ними было расстояние где-то там, по-моему, метров пять-четыре. Они целый день прогуливались и молчали. Следующая встреча Фаины Георгиевны с семьёй произошла много лет спустя. Она приехала уже в 57-м году после смерти Сталина вместе с театром в Румынию, где жила её мать, брат и племянница. И вот есть фотографии, вот когда они встретились. Именно тогда она уговорила свою сестру Изабеллу вернуться в Россию. Но вместе в Москве они прожили недолго. В 1964-м Изабелла умерла. С братом и родителями Раневская больше не виделась никогда. Долгое время Раневская жила в семье актрисы Павла Вульф, её наставницы, педагога и ближайшей подруги. Они познакомились в Ростове-на-Дону в 15-м году. Дочь Павла, Ирина, и маленький Алёша, сын Ирины, стали самыми родными и близкими людьми для Фаины. Алёшу она называла своим «эрзац-внуком». Да, «эрзац-внук». Она на первом услуге делала ударение. Ну как, ну действительно, по возрасту, да, так сказать, кровных никаких не было. Родства не было. «Эрзац-внук», да. К Алексею она до конца своих дней относилась с большой нежностью. Хотя, откровенно говоря, любовь к детям нельзя было отнести к основным чертам характера великой актрисы. Но в своём «эрзац-внуке» Фаина Георгиевна действительно души не чаяла. Когда Алёша был младенцем, она всегда шумно восторгалась его сверхспособностями, баловала его, придумывала для него всевозможные игры. Правда, к вопросам воспитания Раневская подходила весьма строго. И Алексею нередко влетала за его плохие манеры. Нельзя было откусывать от хлеба зубами. Надо было отламывать. Именно благодаря Алёше у Фаины Георгиевны появилось прозвище, которое вскоре стало известно всей Москве. Дело в том, что она постоянно и много курила. Как в жизни, так и на экране. Несколько раз она пыталась бросить курить, но потом вновь хваталась за папиросы. А вот это надо брось, галочку вы решили набросить. Недавно, знаете, бросила. А разве не тянет? Тянет, голубчик, тянет, тянет. А вот вам надо бросить. Хорошо. Однажды она заснула в кровати с зажженной папиросой. Матрас задымился и был страшный переполох. Маленький Лёша тогда только учился говорить. Глядя на Раневскую в клубах дыма, он завороженно произнёс «Фуф! Фа!» С тех пор Фаина Георгиевна стала фуфой. За глаза её называли так многие, а вот в глаза осмеливались только самые близкие. Почему она не выходила замуж, не заводила свою собственную семью, детей, неизвестно. Любила ли она кого-нибудь? Об этом ходили разные слухи и сплетни. Во всяком случае, в нашей семье это не обсуждалось никогда. Нет и нет. Всё. За пределами семьи Вульф об этом немало судачили. Говорили, что совсем молоденькая, она вышла замуж, но прожила с мужем очень недолго и развелась. В подвенечном платье каждая женщина напоминает Деву Марии. Одно время ей приписывали роман с маршалом Фёдором Толбухиным, с которым она в самом деле была очень дружна и горевала после его смерти. Говорили про неё разное, да она и сама иногда подкидывала темы для обсуждения, придумывая спектакли из собственной жизни и разыгрывая их на публике. Я помню, один гимназист хотел застрелиться от любви ко мне. Да ну? У него не хватило денег на пистолет, и он купил сетку для перепелов. Но что на самом деле происходило в её душе, об этом знал только один человек. Сама Фаина Девальдивна Раневская. Никого нет. Даже, даже мужа нет. Заступить нет. В палате открыли окно и вся комната наполнилась благоуханием июльского вечера. Фаина Георгиевна так любила этот свежий запах, но в последние годы каждое лето приносило ей неразрешимую проблему. Она никак не могла снять дачу и оставалась в Москве сидя у окна долгими летними вечерами. Нельзя сказать, что найти дачу в ближайшем Подмосковье был уж такой сложной задачей. Просто те варианты, которые предлагались, не подходили ей абсолютно. Только потому, что нужно было всего два условия. Ну, какой-то элементарный комфорт и главное, чтобы можно было с собакой. Вот такой дачи не было и поэтому она была в Москве. В сущности, она была бесконечно одиноким человеком и на чем свет кляла свой собственный талант. Это такое одиночество в толпе, о котором, впрочем, знают многие популярные люди. А мечтала о нежности. Как мечтает об этом, впрочем, каждый человек. Пронесли собаку, старую, с перебитыми ногами, лечили ее добрые собачьи врачи. Собака гораздо добрее человека и благороднее. Теперь она моя большая и может быть единственная радость. Она сторожит меня, никого не пускает в дом. Дай Бог ей здоровья. Он настолько любил ее, что отказывался без нее находиться в квартире. Выл так, что у соседей волосы на голове вставали дыбом. Пса на машине возили Краневской в театр на репетиции. Он успокаивался, видя, что она не бросила его и затем увозили обратно домой. Я боюсь за него. Это самое дорогое, что у меня есть. Псина моя человечная, говорила про дворнягу Раневская. Вообще, Раневская питала большую слабость ко всем животным. Они казались ей совершенно беззащитными перед людьми, будь то мыши, кошки или даже тигры. Вы понимаете, что эти звери, это не просто звери, ведь это судьба двух людей. Возможно, Раневская таким образом восполняла свою огромную потребность в общении. Она все время искала, нет ни собеседника, а родственную душу и в животных, и в людях. Анатолий Адоскин, Сергей Юрский, Елена Камбарова, Роман Виктюк. Все они приходили к ней в гости, и она встречала их совершенно по-домашнему. И она была одета тогда в такое длинное синее пальто, засиженное такими кусочками собачьего меха. Мальчик же ее очень любил, она его ласкала, и все следы этого ребенка были у нее на наряде. Она была в спортивных синих, обыкновенных советских штанцях и в каких-то примитивных домашних тапочках. Вот она распахивала это пальто, и возникала совершенно другая душа, другое поведение, другая физика, другое дыхание, другое кровообращение. И вот в ее комнатке вдруг в одну секунду я ощутил пространство любви и смерти. Конечно, оставались старые подруги, которые много лет сопровождали Фаину Георгиевну, помогали ей, навещали ее, но иногда все это становилось в тягость, и чем дальше, тем чаще. Она мне звонила и говорила, что почему не приходит. Потом я приходил и чувствовал, что вроде бы хватило ей телефонного звонка. Однажды театр имени Моссовета, в котором работала Раневская, был на гастролях в Свердловске. Главный режиссер Юрий Завадский устроил сбор трупа, чтобы обсудить прошедший спектакль. Эта встреча оказалась роковой. Через несколько минут после начала беседы у Раневской с Завадским произошла ссора. В ответ на какое-то едкое замечание Раневской Завадский по багрове впронзительно закричал «Вон из театра!» На что Раневская в ответ прогремела «Вон из искусства!» и вышла из зала. Эта фраза моментально стала классикой, а о дурном характере актрисы стали слагать легенды. Благо, что повода Фаина Георгиевна давала предостаточно. К ней было страшно иногда подойти. У меня приятель однажды зашел за кулисы и попытался по коридорчику пошастать и нарвался на нее. Он этот ее гневный окрик «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Он помнит до сих пор. Он ничего не помнит из театра, он только помнит, как Раневская на него крикнула и он влип в стенку. Потому что костюмеры дрожали, гримеры дрожали, любили, обожали, ценили, но понимали, что надо тихо, тихо, нельзя орать, потому что в театре Фаина Георгиевна. Что стояла за этой жесткостью, порой даже нетерпимостью. Вообще говоря, она была невероятно требовательна к себе. Ну, невероятно. В театральном мире из уст в уста передавались рассказы о том, как она готовилась к роли. Как тщательно она выстраивала образ. Но вот к людям, окружавшим ее, Фаина Георгиевна, относилась, мягко говоря, с какой-то невероятной строгостью, ну, скажем, с требовательностью. Вот что она писала. Огорчить могу, обидеть никогда. Обижаю разве что самое себя. Вокруг сердиты все, кроме Толи Адоскина. Это довольно значит, это пережить нужно очень многое, чтобы согласиться с ней работать. Это в какой-то себе даже опасно, потому что она может залепить такое в глаза, и если она будет чем-то недовольна, то Господь тебе. То есть она настолько максималистка, настолько, что она не становится над чем, и может очень сильно обидеть человека, за ней водилось. Но это всегда можно было потом все-таки оправдать конечным результатом, и то, что вообще кто, что она такое, на самом деле, в ее лучших проявлениях. Особую неприязнь в нее вызывали режиссеры. С ними она воевала громко, открыто, не скупясь на эпитеты, не стесняясь в выражениях. Репетиции превращались в бои не на жизнь, а на смерть. Сергей Юрский хорошо знал, на что идет, приглашая Раневскую в свой спектакль. Правда, хорошо, а счастье лучше назывался этот спектакль, а поэтому Юрский был готов ко всему. Она пришла очень мрачная, бледная, расстроенная, и она сказала, Сергей Юрьевич, сегодня репетиции не будет. Таким лакированным накатком она постучала по лавке и сказала, потому что я потеряла дарование. На что Сергей Юрьевич нашелся в одну секунду и так, оглядывая стол с бумагами, сказал, Фенгер, ну я точно помню, что вы с ним входили. Значит, но дальше, в общем, нас попросили оставить в помещении, потому что ясно, что там начиналось. С ней было всегда трудно, всегда чувство опасности, связанное с возрастом и еще с одним секс-центричностью ее характера. Спектакль состоялся. Раневская, как всегда, была великолепна. Аплодисменты казалось, никогда не закончатся. Все с восхищением смотрения на пожилую актрису, в очередной раз вышедшую на поклон. Так принимала публика Фаину Георгиевну Раневскую. Зрители стоя ей аплодировали, когда кончился спектакль, а у меня так получилось, что я побежала с цветами на сцену, вручаю ей цветы и целую ей руки. Она говорит, уйди, дедка, ты что делаешь? На следующий день я ей звоню Фаину, говорю, какая была сцена, какая сцена, как вы играли с Ваху. Я говорю, тебе понравилось? Ну ладно, будем продолжать дальше. Этот спектакль вызвал невиданный ажиотаж. Каждый раз, когда он шел, в театре был аншлаг. Билетов на него было не достать. Казалось бы, полный триумф, но гроза могла разразиться в любой момент, даже перед выходом на сцену. К счастью, гримерки Юрского и Раневской находились рядом, и это не раз спасало положение. Она не стучала в стенку, но я слышал ее глухой и при этом очень звучный голос. Что за театр? Актриса готовится, режиссер не зайдет и не спросит и не поймет, что он должен эту артистку заменить. У меня нет сил. Как я буду играть? Я не буду играть. Я выхожу, вхожу, да, говорю, Фаенгер, что же, через полчаса начало, что такое? Все ужасно, заменяйте меня, у меня нет сил, нет сил. эта девочка, она не может работать, она мне дала не тот платок. Как я могу играть с этим платком? Фаенгер, ну, ваш платок. Это мой платок, это не мой платок. Немедленно замените, девочку уберите, найдите людей, которые понимают в театре. Я вхожу сюда, продолжаю граммироваться, приходит в ужасе и в слезах девочка. Я говорю, я не знаю, что делать. Я говорю, платок-то тоже, вот тот платок, я иду с ним платком, говорю, Фаенгер, а этот, это другое дело. Вот тот, кто вам его дал, вот тот пусть работает. А та, та не годится, она не должна работать в театре. С каждым годом ролей становилось все меньше. Жить вне театра Раневская не могла просто физически и придумывала свои спектакли. В том случае с платком. Она придумала сценку под названием «Старческий маразм» и с блеском ее сыграла. Ей было просто необходимо настроиться на спектакль, быть в форме. Тогда она была готова идти к зрителю. Она играла эти спектакли, все ее выходки, так называемые, которые сейчас зачастую выдают за ее суть. но нельзя отношение к персонажу переносить на исполнителя. Раневская жила в микроспектаклях, которые она играла, компенсируя свою оторванность от сцены. И все это было разыгрыванием, разыгрыванием. Я могла бы сделать гораздо больше и в театре, и в кино, если бы мне предоставили такую возможность. Кто мешал? Мешал? Не любили меня режиссеры. За что? Наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями, решала сама все задачи. Может, не надо было? Не надо было, нет. Полегче жить было бы? Полегче жить было бы, правильно, да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok